Как думаете, а что будем делать, если сегодня у нас последний эфир вообще, в целом последний эфир, что будем делать, если связь прерывется, интернет перестанет существовать, как быть, как быть, если так приятно было встречаться, целый год мы встречались, ну, с февраля, где-то с конца февраля мы встречались на эфирах в течение всего года. Что будем делать, если придется интернет, пропадет свет, а так хочется соединиться в одном поле? Как вам идея встречаться по воскресеньям в 11 часов? Неважно, есть эфир или нет. Люди есть, значит, и эфир есть. Можно сесть, закрыть глаза, где бы ты ни был, даже если нет интернета, и сказать, тупо с рука. Да, знаете, помните, как было в этих вот прятках? Соединиться со всеми, я со всеми объединился. Короче говоря, если что-то вдруг прервется, не теряемся по воскресеньям в 11 по московскому времени. Встречаемся в том же месте, в том же составе, можно привлекать новых. Хорошо, давай тогда Сергей Байдиков, если хочешь, ты хоть руку не поднимаешь, но самый громкий. Самый громкий. А меня сейчас слышно, я просто... Хорошо. Во-первых, Володя, спасибо за контакт, который предоставил. Я не знаю, что происходит, но честно говорю, у меня была шикарная работа, транспорт был, ГСМ был, деньги были, все было. И вдруг, вот я уже писал, два месяца я тебя послушал, и что-то у меня рвануло внутри. Все оборвало. И, как говорят, вылез на высокую гору, а там раскрывается еще больше. Дело в том, что я немножко, как и все мы непростые, долгое время работал в закрытых темах, вот по выращиванию, будем так говорить, сельхозпродукции в чистейшем варианте, без химии, без гербицидов, пестицидов, все остальное. Была отработана программа, и четыре года назад шеф, который все это вел, у нас узкий круг был, развоплотился, ушел. И сейчас эта тема заглохла. И что-то мне осенило эту тему сейчас поднять. Ну, кроме того, я занимаюсь очень давно оздоровлением людей на любых расстояниях, поэтому то, что ты говоришь на сегодняшний день, даже если не будет у нас электричества, интернета, я с любым могу соединяться, даже с массой людей в тысячи, в миллионы. Достаточно сформировать образы, которых я видел, и контакт идет четкий. Вот я не знаю откуда. Правда, меня в 24 года спецслужбы открыли на ровном месте, вот как я тебя открыл каких-то два или три месяца назад, и поперло это все. Вот, что-то новое назревает, я даже не могу осознать, что еще может такое новое прийти в мега-объеме. А я чувствую его, вот оно рядом стоит. Поэтому как-то надо мне пинка дать, потому что, ну, меня особо не учили быть таким человеком, как я говорю, чтобы меня много зрителей видели и так далее. Тем много было, всего было. Вот. Поэтому для меня важно сегодня, это максимально оздоровить людей, вот, продуктами питания, потому что я когда в Италии учился в 2002 году на Сицилии, у мастеров одного, тоже из бывшего союза нас попало всего 4 человека. И он питанием лечит 100% все болезни, которые есть у людей. При мне было два физикоядерщика, которые уже были на исходе, в общем, метастазы, все, 6-7 месяцев, абсолютно здоровые люди, бросили это все, заниматься этими вещами. И вот я как раз эту школу закончил тоже с отличием, поэтому еще тогда у меня зародилась мысль, вот это все продвинуть эти темы. Тем более я сам по образованию ученый-агроном, еще два дня назад работал ученым-агрономом в виноградовском хозяйстве, где выращивали, правда, на химических, так сказать, продуктах, обрабатывали против вредителей и болезней. Это все. И получали элитные вина. Я хозяину предложил, говорю, есть другой путь, но, видимо, меня выбросило с этой темы. Вот после того, как ты сказал, все, кто работает на предприятиях и так далее, это рабы. И меня так это, честно говоря, дернуло, что, честно говоря, вот, когда ты здесь многих слышишь, что люди говорят, вот, надо только иметь работу, зарплату иметь стабильную, чтобы дядя пришел и тебе дал за то, что ты отработал. Вот. Я, честно говоря, мне сейчас 68 лет и, честно говоря, что-то осенило, не хочу я такое больше железни, хочу свое. Вот. Не знаю, сколько еще получится это все осуществить, потому что в голове мегапроекты. Это здоровление, это выращивание, я уже повторяю, чистейшей продукции. Вот. Ну и, кроме того, хочу каждому подарить счастье, улыбки в жизни. Очень много у нас людей, которые приходят на эфир, вот, в том числе Виктория Догонь. Я ей тоже благодарен, потому что есть мысли, о которых стоило даже мне задуматься, честно говоря. Вот. Но у меня такая есть привычка хорошая. Я когда вижу, если у человека плохая, нет, неправильная мысль, неплохая, а недостаточно работает энергоинформационная система, или в народе называют биополе, я наполняю этого человека без разрешения, просто как дарю человеку вот это чувство безмерного объема энергии, чтобы у него это проснулось. Вот. Вот. Володя, я говорю, это я и тебе подарил, и Виктории подарил такое. Я очень быстро это все делаю. Ну, меня таким воспитали, или меня, возможно, творец таким создал на сегодня. Вот. Поэтому я тебе благодарен, что ты, как и многие пишут, в жизни моей появился. Это неспроста. Видимо, в каких-то воплощениях мы пересекались и с тобой, и с Викторией, и со многими ребятами, которые здесь присутствуют даже сейчас. Вот. Потому что я еще вожу людей в регрессию, вожу на высшее «Я», вот, соединяюсь с тем началом, откуда мы пришли. Вот. Я заканчивал школу контактеров в Воронеже еще буквально два года назад. Там мастером работал, и эта тема мне тоже раскрывается очень быстро. Вот. Вот. Поэтому то, о чем ты повествуешь, вот мысли, которые ты транслируешь, я скажу, не побоясь, что люди, которые слышат тебя, не просыпаются. Это очень радует, что многие в нашей жизни не задумываются, кто мы. Вот, допустим, я знаю, кто я и сколько раз воплощался. Вот. Когда выяснял, мне это интересно было, сколько же я от начала зарождения творцом моего духа воплощался. Оказывается, 3 миллиона раз. Таких людей не так много почему-то я не встречал. Ну, есть там 600, 800, может, до тысячи. Вот. Но такого объема, честно, не встречал. Хотя, может быть, в мире это очень много есть. Поэтому хочется, вот, чтобы дальше, дальше, еще дальше мы общались со многими ребятами, с тобой, Володя, с Викторией, потому что вы очень светлые люди. Вот. Ну, тратите, насколько много энергии, вы даже не представляете. Многие думают, что ты просто так разговариваешь, транслируешь мысли. Но многие даже, ребята, не задумываются, какой колоссальный объем ты выплескаешь в этот мир. Это мысли не просто, они материализуются. Я даже отслеживаю иногда, как, вот в каждого. Вот. Многие там, в виде благодарности говорят, на самом деле ты уже вселил в дух этого человека, в мозг, короче говоря, человека, физически, это все начинает проявляться. Знаешь, как я агроном могу даже сказать, когда зерно мы бросаем в почву, да, оно начинает набирать первично влагу, вот, а дальше запускается холодный синтез. Это все взрывается и начинает жить, расцветать. Вот ты с Викторией один к одному как себя. Вот. И это насколько мне радостно на душе, что так происходит. Дай Бог, чтобы у нас такие люди множились, и не только один, и не два, а чтобы в нашей стране, в России, были миллионы таких людей. Если объединиться, это мощнейшая сила. Вот. Нам никто не сможет сделать ничего плохого. Поэтому будущее, это наши дети, наши внуки, правнуки наши должны вот это семя, как бы, иметь. Вот. Когда это будет, тогда все это будет. Вопрос денег касался, но за последнее время я не могу сказать, что меня там приперло много, но стабильность идет с растущим, так сказать, набором высоты. Потому что я служил в авиации, вот, и в свое время, полтора года отдал службе после института. И вот я представляю, как самолеты взлетают. Я представляю, как они набирают высоту. И у меня была такая первичная мечта, как бы, полетать. И, вы знаете, мечта пришла. Я в Сиферополе полетал на Яке на самолете. Правда, хотел еще прыгнуть с парашютом, но не получилось. Началась война, и вот эти все действия. А мысль такая была. А жена моя так и попала. Прыгнула. И полетала со мной. Ну, в общем, классно получилось. Вот. Я, может, немножко так сумбурно говорю, но рождаются такие на этом фоне мысли, о которых даже сейчас сложно говорить. Просто сложно. У меня сколько желаний мега таких создать, допустим, на берегу Черного моря, в виде летающей тарелки, большой уникальный комплекс, чтобы там можно было оздоравливать людей и питать чистыми продуктами, о которых я говорил. И одновременно оздоравливать. Вот. И не только детей, а и взрослых, видимо. Это, я работал с американцами, пока не было еще этих у нас видоизменений в стране. Вот. И одна из женщин говорит, говорит, а это все реально, говорит. Вот то, о чем ты говорит, это проявится в реальности. В чем, я не знаю, и когда оно может проявиться. Ну, видимо, вот эта сама идея, как, Володя, ты говоришь, это уже рождает большие смыслы в жизни. Я не знаю, сколько мне там Господь отвел, вот, после моих 68 лет. Но пока чувствую себя, как будто в 17 лет. Потому что и так далее. Дорогой, спасибо тебе большое. Я так понял, если микрофон не выключать, то мы будем слушать тебя. Это очень классно. На самом деле, я благодаря тебе сегодня понял такую вещь, что у меня есть, оказывается, уши, не тело, а энергии. Я слушал тебя сейчас, не слова, которые ты говоришь, а состояние, которое ты создаешь. Ты по-настоящему даешь очень много энергии. Я прям как к тебе подключился и такой, о-о-о, заправился, как на заправке. На заправке заправился от тебя энергией. Спасибо. Ты как генератор энергии, да. Прям вот только что, прям подключился, заправился. И написал себе, Сергея Байдикова, приятно слушать энергией. Вопрос. Вопросов, на самом деле, я записал себе десяток. Тебе задать, но мне хотелось бы не только с тобой сегодня поговорить, но и с другими. Во-первых, ты, я так понимаю, крымчанин. Да. Да, земляк. Только я не знаю, откуда ты, Володя. Из каких мест? Керченский, да? Из Керчен. Ну да. Понял. А ты в Симферополе, да? Я сейчас в Белогорске нахожусь. Я был в Симферополе и там долгое время работал. Сейчас вот в самом Белогорске буквально. Вот. Недавно планировал поехать еще туда, в сторону Керчи, но не получилось. Видимо, не связалось что-то. Ну да. Стандартный вопрос, очень классный, очень нужный. Хотелось бы мне от тебя услышать, зачем тебе исцелять всех людей? Зачем? Они замечательно болеют. Болезни – это их замечательный выбор. Мне совсем недавно родился образ, я понял, что такое болезнь. Болезнь – это как женщина выбирает себе мужа, а мужчина выбирает себе жену. Он выбрал себе и живет с этим человеком в радости и в несчастье, в здоровье и в болезни. Он живет с этим человеком и испытывает тысячи разных состояний. Да, ему может быть плохо, ему может быть хорошо, но это его выбор. Болезнь – это выбор человека. Представь, ты такой развелся и говоришь, так, все, буду всех разводить. Пойду, буду всех разводить, потому что они, дураки, не понимают, как хорошо жить разведенным. Или наоборот, женился и такой, все, пойду, всех буду женить. Зачем? Выбор человека – болеть, у него все хорошо. Они замечательно болеют. Они получают свой опыт, свое наслаждение, испытывают колоссальные, интересные состояния. Зачем тебе, Сергею Байдикову, исцелять всех людей на земле? Расскажи. Я хочу, чтобы, может, я не так до конца выразился. Моя мечта, чтобы человек, который проживший здесь какое-то количество лет, повысил свои вибрации, насколько, чтобы в следующем воплощении он стал таким же прекрасным человеком, как ты. Точка. Это скромность такая или это что это такое? Это скромность. Ты по энергии намного взрослее и больше, чем я. Да. Я маленький ребеночек. Я годи, как пытаюсь осознавать свое место в этом пространстве. Между нами разница только то, что я болтун. Ты говоришь, меня не учили вещать на аудиторию. Я хотел тебе сразу ответить, тебя не нужно учить, ты отлично вещаешь. Разница в том, что я другого поколения, и я долго был заиков. И когда я стал говорить, я понял, что меня уже не заткнуть. Я просто хочу говорить. Я говорю все, что думаю. И так получилось, что мысли, которые я думаю, они созвучны многим в поисках вот этого состояния энергии. А по тебе же видно и ощущается и слышится, что ты как старший брат, который знает состояние Бога, состояние потока энергии лучше, чем я, больше, чем я. И я у тебя подключился и, как говорится, пососал энергии, потому что мощно, чувствую, шар большой, намного хватит. И ты правильно говоришь, что Владимир выплескивает много энергии. Это правда, сто процентов. Бывает такое, что так навыплескиваешься, потом еле-еле до кровати доходишь и брык на пару часов вырубаешься, потому что всю энергию повыплескивал. Я учусь у тебя, поэтому твоя цель ошибочна, если это твоя правдивая цель, быть таким, как Владимир. Нет, тебе быть как твой старший брат какой-то следующий. Я не умничаю, принижая себя, вот я такой маленький. Нет, я правду говорю. Я знаю себе цену однозначно. Но такие люди, как ты, заставляют меня смотреть вверх. Я хочу быть с такой же энергией, большой и мощной. Я тебя сразу почувствовал, на тебя сразу делено. Я тебе давал слово. Я не знаю, видел ли ты в записи в эфире. У Виктории, да, когда был эфир. Я тебе три или пять раз давал слово, но, к сожалению, ты вылетал постоянно. Да, не получалось. Есть судьба, говорят, на роде. Да, так, теперь у меня на вопрос ты мне все равно не ответил. Я сейчас тебе его еще раз попрошу, чтобы ты на него ответил. Но у меня вот еще есть вопрос. Ты говоришь, занимался работой, бизнесом, деньгами получалось, а потом что-то раз стало все обрываться. И я задал себе вопрос. Как долго ты собираешься сидеть во втором классе, ну, оставаться на второй год? Вот у нас сейчас заканчивается год. Вот он недавно начался, вот он через неделю заканчивается. Ты снова собираешься просидеть на второй год остаться? Ощущение, что ты стоишь перед началом, но не входишь, не заходишь, не начинаешь действовать, не начинаешь переходить на следующую ступеньку. Остаешься в старом. Тебя уже выкинули из бизнеса, из денег, из тех проектов, где ты был. Тебе дают, подсвечивают, что нужно двигаться дальше. Ты тормозишь, не идешь. Потому что есть какая-то мысль, которая тебя останавливает. Ну, одну из них ты сказал, что я хочу быть как Володя. Зачем? Почему нельзя Сергею Байдикову? Пришло время. Ты прожил классную жизнь, много энергии. Я мечтаю в своей жизни оказаться на твоем месте в твоем возрасте в 68 лет. Я скажу, Господи, спасибо тебе, слава Богу, что я здесь, в этом месте, живой, дожил каким-то образом. Мне нравится выражение. Мужчины – это случайно выжившие мальчики. Мужчина вообще, он каждый год для него подвиг. И 68 лет – это подвиг. Здорово. Я хочу прожить еще в своей жизни достаточно лет, чтобы отметить и 68, и 75, и 85. Мне понравилось выражение Жванецкого, когда его спросили, в какой возраст вы хотели бы вернуться. Он говорит, в 75. Как в 75? Если бы у вас была возможность в любой вернуться. Он говорит, именно в 75 лет меня перестали интересовать женщины. И вот с этого времени я еще не сильно больной. Я нормально себя чувствую. Я понял, что я могу жить для себя замечательные годы жизни. Я бы хотел прожить эти разные опыты, разные состояния. Когда то, что сейчас для меня вызывает большие страдания или большую радость, в том возрасте уже не имеет никакого смысла, никаких интересов. Есть другие какие-то значения. И мне кажется, что кому как не тебе, Сергей, пришло время делиться своей энергией. Поэтому однозначно, однозначный рецепт доктор выписывает. Я как молодой интерн, которому дали власть выписывать рецепты, я выписываю тебе рецепт. С сегодняшнего дня включать телефон, записывать видео, выкладывать видео на YouTube и выкладывать видео в Telegram-канал. Соответственно, Telegram-канал нужно создать. Ты настолько пышешь энергией, ты настолько мощно вещаешь. Ты же, наверное, по-любому знаешь, что, чтобы поделиться энергией, нужно намерение и слова. Пустить энергию, направить ее. Пожалуйста, начни говорить. Я хочу с радостью поделиться ссылкой на твой Telegram-канал, на твой YouTube-канал, сказать, вот человек, у которого я постоянно прихожу за энергией. Услышал? Услышал. Спасибо. А ты, ты все, бизнес и деньги, да оставь бизнес и молодым. Если тебе деньги нужны, они придут от того, что ты делаешь. А ты же не можешь не говорить. Тебе же хочется наполняться энергией. Ты вон сразу включились. Я еще не включил камеру, ты уже, всем привет, все, погнали. Я думаю, о, классно. Пришло время, когда я могу даже не приходить на эфиры, потому что в нем уже поле создано, энергия создана. Сергей, мое прямое убеждение, что ты не понимаешь своей силы, как Гарри Поттер, как какой-то волшебник. У тебя есть ложное убеждение про исцеление. И это единственная причина, почему люди вокруг тебя не так много исцеляются, как ты бы хотел. Хотя исцеление через тебя переливается. Оно чувствуется. Ты целитель на 100%. Есть убеждение, ложное понимание. Ты убежден в чем-то, что нужно исцелять всех людей. Им не надо. Им не надо. Они не хотят. Представляешь, не все хотят айфоны. Не все хотят андроиды. Не все хотят мерседесы. Представляешь, я не хочу мерседес. Ну, правда. Мерседес не та машина, которую я бы хотел. Я никогда не хотел Гелендваген. Никогда мне не было этого интереса. Не все люди хотят то, что кажется нужно всем. Есть люди, которые... Ну, очень много примеров. Сейчас я понял, что не в ту немножко в энергию собираюсь идти. Есть много разных состояний. Не всем нужно исцеляться. Они так сладостно болеют, и они так сладостно держатся за свои болезни. Ты им не нужен, а у тебя убеждение, что я должен подарить исцеление всем. Да не надо исцеление всем. Люди так тщательно стремятся к болезни, что такие люди, как ты, получаются враги. Зачем исцелять людей? Если ответишь мне сейчас, я кайфану. Если нет, ну, пойду дальше общаться с остальными, а мы с тобой продолжим. В любом случае, еще где-то в каких-то общениях. Зачем Сергею Байдикову исцелять людей, если они хотят болеть? Отпускаю все, сужаю до уровня и эту тему закрываю. Очень бы хотел, чтобы не закрывал, потому что в этом твой талант, призвание. Если ты не будешь исцелять людей, ты начнешь болеть сам. Тебе по-любому нужно заниматься целительством. Но зачем, если с миром все в порядке, если они замечательно болеют? Ладно, наводящий вопрос. Ладно, не буду. Сейчас я могу поломать систему. Давай так, если захочешь ответить, в комментариях соединимся, пообщаемся. Если будут мысли, я с удовольствием с тобой подискутирую. Очень важно, чтобы не я сказал ответ, а чтобы ты его сказал. А я сказал, кайф, погнали, будем делать. Ладно, маленькую подсказку. Тебе можно влиять на жизни других людей без их воли, учитывая, что ты об этом сказал? Нельзя. Я не спрашиваю вас. Нельзя. Нельзя этого делать. Это грубое нарушение божественных законов. Ты сказал. С твоими словами, что я, не спрашивая вашего разрешения, я записал. Ты не понимаешь? Я все важные вещи записываю. У меня... Ну так хочется мной сделать хорошего, понимаешь? Я... Твои слова дословно, цитата. Сергей, ты пропал. Сергей, вернись. Здесь, да, слава богу. Ты сказал. Я наполняю человека без разрешения. А сейчас ты говоришь, что строгое нарушение нельзя? Дорогой брат, послушай меня. Все, что есть в моей реальности, все люди, которые соприкасаются с моей жизнью, это персонажи моей реальности. У них есть свои реальности, это понятно. Но они персонажи моей реальности. Нет ничего случайного в твоей реальности. В твоей реальности ты являешься центром вселенной. Ты бог этой вселенной. Чхать тебе на их волю, на их желания, на их взгляды... Услышь меня, не сопротивляйся. Просто услышь, поймешь, возможно, потом. Потому что они есть часть твоей реальности. Они бы не появились в своей реальности, если бы ты не позволил им появиться. Ты бы их даже не заметил. Ты бы их не услышал, не увидел. Ты являешься центром своей собственной жизни. Но так получилось, что в данный момент времени они видят тебя. И вы соприкасаетесь. Они в нужном месте, в нужное время, в нужном состоянии, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. У тебя есть ожидания. И соответствуют твоим ожиданиям эти люди. Но у тебя есть прикольная мысль. Красивая, классная мысль. Нельзя влиять на жизни других людей. Каждый человек выбрал свою волю. Он выбрал болеть. Я не могу на это влиять никак. Это твоя воля. Пропал звук, Володя. От ревиста идут слова. Дай мне слово. Не слышно. Ну, что я могу сделать? Что я могу сделать? Эта энергия, которая поднимается. Дорогой Сергей, надеюсь, услышишь или сейчас, или в записи. Я слышу, хорошо. Тебе можно все. Тебе можно все. Тебе можно заниматься целительством, если ты себе разрешишь. Ты не исцеляешь людей, потому что тебе нельзя. Это грубое нарушение. Твоя жизнь, твоя игра, твои правила, вы их правила. Услышал. Услышал, Володя, тебя сейчас только. Дошло. Спасибо, родной. Давай, дорогой. Сейчас Алла, а потом остальные. Алла, привет. Привет, Алла. Я решила поговорить, озвучить немножко то, что я хотела. Я здесь, Алла. Я здесь. Я никуда не ушел. Просто я пытаюсь наладить связь. Давай. Давай. Смотри. В начале сгубря я написала себе цель, что это будет миллион рублей до конца года. По тому заданию я еще не работала, чтобы написать пять способов. И вчера я вглазил этот вопрос, подсознание, просто вслух озвучила, что мне нужно сделать, чтобы заработать этот миллион. И что-то классно, что куда пойти. Ну, не знаю, может пойти вот сюда, вот на эфир. Я, в принципе, думала, что пойду на эфир и поговорю с Володей. Может, что-то услышит для себя важное. Один из способов, точнее, я давно для себя поняла, что такое миллион. Миллион – это тысячу раз по тысяче. В принципе, ничего глобального, мне кажется, очень даже реалистично. То, что касается моих возможностей, то, что я планировала, да, продвигать французский парфюм, даже если я сделала онлайн, то достигнули миллиона, это мне нужно просто 2000 активных клиентов с покупкой на 5000. В принципе, я тоже не вижу в этом ничего глобального, что я не могу реализовать. Вот. Но я создала канал, да, но как бы я не занималась этим продвижением, чтобы давать там какую-то платную рекламу, привлекать туда подписчиков. Как-то, ну, думала, что может быть какие-то бесплатные способы привлечения подписчиков освоить. Вот поэтому цель моего миллиона. Не все поймут, а ты услышишь. Не все поймут, а ты услышишь. Когда ты появилась в моей жизни, на тебе сразу была зеленая галочка. Я такой, о, встретил своих, классно, Алла Саламатна, супер. Я тебе об этом сказал когда-то раньше. Говорю тебе сейчас. В твоей жизни, ну, знаешь, есть люди, которые выбрали в своей жизни нищету. Нищета, как и болезни. Они выбрали, они носятся с ней. Это как чуман без ручки. Они взяли эту нищету и несут ее с собой. Долги, страдания, переживания. Зато я хороший человек. Разборы со своей совестью. Они прям носятся с этой нищетой. У тебя другая история. Ты богатый человек, у тебя в жизни много денег, у тебя много власти, много энергии, ты много создаешь. Но ты выбрала в 2023 год жить в нищете ума. Раньше тоже. Ты живешь ложными мыслями. Ты взяла себе в голову мысли, которые тебе не соответствуют. Ты взяла на себя чужую историю. Засиделась. Состояние тебе самой не противно. Ты вот внутри себя не чувствуешь, что это не твоя одежда. Одела на себя лохмотья и чувствуешь, что я со всеми. Но не понимаешь, что ты палишься. Они видят, что ты другая. От тебя свет светит. Лохмотья не помогает. Энергия другая. Пришло время тебе по-другому думать. Тебе задание. Я тебе дал сегодня задание в личных сообщениях. Тебе задание. Дополни. И еще одну, следующая часть. Хотя бы мозгами, логикой пойми, как думают богатые люди. Вот это твое правильное состояние. Не то, как ты сейчас думаешь. Тысячи человек по тысяче рублей. Первое, что мне пришло сразу же тебе сказать в моменте, когда ты начала проговаривать. Дешево продавать очень сложно. Дешево продавать очень сложно. Это твоя цитата на всю жизнь. Ты, как никто, поймешь сейчас, что продавать нужно дорого. Что бы ты ни продавала. Продавать нужно дорого. Дешево продавать очень сложно. Целевая аудитория жадных людей, у которых мало денег. Они каждую копеечку считают. И ты говоришь, по пять тысяч рублей, не так уж и много, но купят. Это у тебя в голове уже по пять тысяч рублей, не так уж и много и купят. Но это даже не твоя история. Это все равно история нищеты. Из маленьких денег люди выделяют эту копеечку и дают тебе монетку. Тебе не надо с ними работать. Они вообще не твои. Ты не про это. Тебе рассказали классную идею. Наверное, сетевая компания какая-то, MLM. Тебе рассказали маркетинг-план. Ты говоришь, о, класс. И ты услышала там просто теоретическую возможность, что я окажусь в месте, где я зарабатываю денег. Столько я чувствую, сколько я ощущаю. И думаю, это будет через MLM. Потому что, я понимаю, не работает. Денег нет. Никак я не могу там оказаться. Но это не означает, что там оказаться ты не можешь. Ты просто увидела возможность, что теперь я могу через MLM. А я тебе дал задание опять придумать способом, как ты там можешь оказаться в той цифре. Но не MLM, не какие-то другие вещи. Как бы я могла себе разрешить? Я от тебя не отстану, не слезу, пока ты не станешь соответствовать той цифре, которую ты чувствуешь, и я чувствую. Однозначно. Но это не сегодняшняя твоя цифра. Тебе доказывать ничего не надо. Проблема в мыслях, в которой ты думаешь. Ты думаешь неправду. Тебя обманули. Тебе сказали слова, которые тебе не соответствуют. У тебя другая история. Ты человек, у которого есть власть. Ты говоришь, как сделать. И беспрекословно они должны сделать. Потому что ты делаешь только то, что хочешь. А хочешь ты создавать, когда думаешь. А все, что не хочешь делать, делают люди, которым ты платишь щедро зарплату. Хорошие деньги. Создавай рабочие места. Не работа ни на кого. Создавай рабочие места. Твоя история не быть бедной. Не нищета. Алла, скажи буквально пару слов, и на этом мы с тобой будем заканчивать. Говори. Да, Володя, я просто еще недавно поняла такое осознание. Ко мне пришло. Что для меня деньги. Может быть, я их себе просто не разрешаю. И я поставила деньги в эквивалент воздуха. То есть, что воздух, то и деньги. Что мне нужно, чтобы пользоваться воздухом? Но ничего, просто жить. То же самое и с деньгами. Почему кто-то определил, что кому-то можно вот эту сумму получить за что-то. Они же просто есть для всех. Нужно просто брать и пользоваться. Но это умом мы как бы понимаем. Но есть такое, ну блин, ну как это? Ну понятно. А кто заплатит за квартиру? А кто кредиты покроет? Где деньги взять? Понятно. Воздух. Молодцы. Хорошо придумали. С ковидом прям классно подсветили. Что за воздух платить не надо. Ну просто есть. Мы дышим. А потом раз, и мы можем перестать дышать. Я согласен с тобой. Это как воздух. Это круто. Но блин, как это? И деньги взять. Я тебе дал инструменты. Ищи. Оставайся. Пропитывайся. Поймешь. Ну, слава богу, мы с тобой в вип-сообществе еще долго будем общаться. Поэтому просто будь. Пропитывайся. Как огурцы в банке. Я от тебя пропитываюсь. Ты от меня пропитываешься. От всего нашего дружного коллектива. Пропитаемся. Все поймем. Я же тоже многие вещи не понимаю. Умом что-то понимаю. Но вот чтобы инсайд. Такого же далеко не везде есть. Поэтому скоро поймем больше. Спасибо тебе большое. Евгений Халель. 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 Привет. Привет, Володь. Слышно? Да, дорогой. Слушай, ну вот удивительно получилось, что прямо первые два участника, они уже какую-то часть ответов принесли. Вот у меня противоположный вопрос с Сережей, но очень похож вот на Алло. Смотри, в общем, где-то с 90-х годов прошлого века и до середины 2000-х я себя чувствовал очень неплохо. Я в своей жизни минуты не работал, ну за исключением там со всех советских времен, еще в 80-х годах. Какого ты года, прости, пожалуйста? 69-го. И в 2009 году я решил так сильно изменить свою жизнь. Как-то мне это все надоело, то есть все, что можно было попробовать, я попробовал. Мерседеса из класса, хорошие квартиры, там поездки и прочее, прочее. Ну вот стало как-то скучно, сын вырос, мы развелись и я полез очень серьезно в эзотерику. Причем в эзотерику я полез не просто так, я пришел как клиент, остался уже как мастер, достиг достаточно высоких экспертных уровней, облазил кучу мест. Вот, разработал несколько реальных, хороших рабочих программ, которые действительно дают результат. И единственное, что меня напрягает, что вот с этим исчезли нафиг все деньги в моей жизни. То есть сейчас, чтобы вытрясти из клиента деньги, мне нужно прилагать какие-то совершенно неимоверные усилия. И кроме огромной благодарности я ни хрена не получаю. То есть эмпатия, естественно, клиентам у меня уже упала в минус. То есть я их потихонечку начинаю тихо ненавидеть. Вернуться назад я не могу, потому что ну как бы, ну тоже есть какие-то обстоятельства. То есть ну половина моих партнеров уже просто померли, какие-то темы меня уже давно не пускают. Плюс я создал себе репутацию, блин, целителя, херителя, которые в нормальном круге, естественно, как... Ты так быстро говоришь, я не успеваю записывать факты о тебе. Я говорю, ну короче, вот этим всем своим эзотерикой и прочим я себе создал еще для среды нормальных денежных людей такую очень нехорошую репутацию. Но при этом у меня остались огромные опыты и практика рабочей аналитики. И на самом деле я до сих пор вытягиваю любые проекты, какие... То есть я могу любой проект масштабировать в несколько раз. Вот за 10 минут сделать работу, которую там 10 экспертов будут делать в месяц. И люди благодарны, люди видят результат и получают этот результат. Но я не получаю ничего. Вот. И я страшно хочу от этого... Я правда записываю, записываю, записываю очень быстро, но сокращаю как в институте, но не успеваю. Так, чтобы все успели влезть, эфир короткий. Да, перестань. Вот. Подожди, подожди. Опыт дальше, ты сказал. Опыт дальше, пятое. У меня очень высокая экспертность. Опыт, экспертность, хорошо. Это мы записали сюда. Потом ты еще сказал про себя. Я могу в любой, как ты сказал, в любой момент... Я могу любой процесс масштабировать в несколько раз. И это делаю, действительно. Вот. Но фокус в том, что я сталкиваюсь с тем, что никому это нафиг не надо. То есть это нужно на уровне, там, знаешь, полялякать. Это на уровне за спасибо. Но как только касается вопрос оплаты, народ валит просто как подорванный. Дай, пожалуйста, мне сюда. Кайф. Блин, так все просто. И мне так странно, почему ты этого не видишь. Смотри. В 90-е, в то время, когда моя семья жили в нищете, у нас не было никаких денег. Ты ездил на Мерсах и Сласа, жил в классных квартирах, путешествовал, наслаждался деньгами. Вопрос. Так. Ты был богатым, потому что партнеры такие и были классные темы. Ты в это веришь? Ты первое, что сказал, что партнеры умеры? Нет, категорически нет. Так, а почему? Ну, давай. Послушай, послушай, ты сказал, некоторые темы не пускают. Раз. Второе. Партнеры умерли. Третье. Репутация целителя. Целителя неудачника. Целитель – это самый востребованный человек в мире. Люди. Стив Джобс готов все бабки отдать, лишь бы прийти и исцелиться у тебя. Но ты, получается, целитель неудачник, которому деньги никто не хочет давать. Это же все из твоего мышления. Теперь давай я тебя слушаю. Почему ты был богатым тогда? Вот такой вопрос. Почему ты тогда был богатым? Так, ну я тебе это расскажу очень просто. Я вырос в академической семье, ученых, преподавателей, ну, естественно, абсолютно нищих людей по советскому времени. И первое, что я сделал в 17 лет, я устроился на самую высокооплачиваемую работу, которую можно было найти в городе. И в 88-м году, ну, те, кто моего поколения, должны понимать, у меня была официальная зарплата 600 рублей, больше, чем у космонавта. Вот. И в какой-то момент я понял, что это тоже ничто вообще. Я уволился и в первый же месяц заработал за 1 час 800 рублей. И после этого я понял, что мне не нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. Я их могу делать по щелчку пальцем. Как ты это делал? Честно, я просто щелкал пальцем, и у меня появлялась сделка. У меня нет каких-то долгосрочных проектов. У меня все сделки разовые, уникальные, неповторимые, у которых нет системы. То есть я делал 2-3 сделки в год. Там от 100 тысяч долларов до миллиона. Ну и как бы потом весь год. То есть смысл был быстренько за пару часов заработать столько, чтобы потом год спокойно не работать. То есть вот это была мотивация. Почему ты мог так зарабатывать раньше деньги? Была другая страна, другие возможности? Ты был... Если честно, то ну немножко да. То есть люди немножко остепили. Сейчас уже их так просто не разведешь. Вот народ стал агрессивный. Просто не разведешь. Офигеть. Да, сейчас, знаешь, человеку даже честный продукт продаешь, с него очень тяжело вытащить что-то. Ты знаешь, я тебе так скажу. Вот две последние фразы клиентов на этой неделе, они, вот я тебе дословно могу передать. Вот клиент у меня сидит на моем телеграм-канале лет 7, не пропускает ни одного поста. И я вчера ее просто спросил. Я говорю, ты пользуешься моими инсайтами, которые я выкладываю по три поста в день. Я не получил от тебя ни одного комментария, ни одного вопроса, ни одного лайка. Я говорю, почему? На что она мне совершенно четко сказала? Потому что мне нечего жрать, я посмотрел, а мне интересно. Погружаться я не хочу, а тем более платить. Но смотреть буду на халяву. Можно я скажу, да? Смотри. Деньги в твоей жизни – это результат твоего ума. То, что ты думаешь о самом себе. У тебя ощущается в энергии чувство вины. Чувство вины – это ложь. Вот эта мысль, если мы с тобой ее сможем вытащить, мысль – это предложение, это 4-5 слов, которые сидят в твоей голове, которые формируют твое отношение, твоей деятельности к самому себе и к деньгам. Мысль. Сейчас ты много наговорил всего, много. Но самую главную мысль ты не сказал. Смотри. Ты говоришь, раньше было проще лохов разводить по-русски. Я по-русски перевожу. Сейчас… Ритлана, очень шумно. А-а-а, сейчас улыбка. Ритлана. Ох, какая тишина. Ритлана, выключите микрофон. Спасибо. Тогда я мог разводить овец стричь, но потом время изменилось, и все стало по-другому. На самом деле изменилось не время, не люди. Изменилось твое отношение к твоей жизни, к твоим действиям, которые ты делал тогда. Посмотри на примере сегодняшнего. Есть два человека. Есть Евгения и есть Владимир. Ты ведешь телеграм-канал, я веду телеграм-канал. Мне дают много денег. Я просто с людьми встречаюсь, они говорят, Володь, я хочу дать тебе деньги, дай мне письмо. Главное, что она читает нашу… Светлана, еще раз будет так сильно громко, придется попрощаться. Светлана Раевская, не хочется с тобой прощаться, но когда ты включаешь микрофон, мы слышим только шум. И перебивание, конечно же. Мне дают много денег, благодарные клиенты, хотят со мной общаться, ставят много лайков, благодарят, Володь, спасибо тебе, ты офигенно классный. Говорят много разных слов. И в это же время есть Евгений, который получает другой результат. Мир тот же, люди те же, аудитория та же. Общаемся на примерно одном и том же языке. Ты, возможно, во многих вещах больше понимаешь, чем я. Я ученик, ты мастер. Но при этом у тебя результат вот такой, представляешь? Это всего лишь из-за того, что ты ждешь именно этот результат. А я жду вот этот результат. Я жду деньги и благодарность. Я думаю о себе, как о человеке, которого хотят благодарить и давать ему деньги. У меня написано в тетради поручения, у всех, я надеюсь, есть тетрадь поручения, где мы даем ангелам поручения. И я написал там, как люди хотят давать мне деньги. И представляешь, я только написал, они сразу мне начинают давать деньги. Как они реагируют на мои посты, на мои видео. Я жду, что будет вот так. Жду не то, что жду, это подсознательное состояние. Ты ждешь страдания от них. У тебя в состоянии ощущение, что вот уроды, я так много им даю, они никак мне не отдают ничем, не благодарят меня. Это всего лишь потому, что в тебе есть диссонанс внутри, что ты занимаешься херней. Просто диссонанс есть. С одной стороны, я правильно все делаю, я больше не тот человек, который обманывал и зарабатывал деньги нечестным путем. Я не знаю, чем ты зарабатывал деньги, это ты сказал, это твои слова, людей не так просто разводить. Прикинь, ты сказал, людей не так просто разводить. Неважно, чем ты занимался, но у тебя отношение к самому себе, что я разводил людей и на этом зарабатывал деньги. Неужели Остап Бендер был плохим человеком? Остап Бендер красавчик. Ты красавчик, ты Остап Бендер, ты придумывал схемы, в то время, когда Союз жил в нищете, ты просто зарабатывал 600 рублей в месяц, потом пошел 800 рублей. Ты говоришь, мне не надо было долго придумывать, я просто раз 100 тысяч долларов, раз миллион долларов. Представляешь, ты это делал, потому что был молодым пацаном, который верил, что все, что я захочу, я все сделаю. Но кто-то погрузил тебя в состояние, что ты делаешь грех, что ты делаешь плохо. И ты принял для себя, что если я хочу жить в святости, в Боге, мне нельзя заниматься вот этим. Это обман. Кто тебе сказал этот обман? Мы не знаем, и не так важно. Ты взял для себя мысли, ты был помидором, а стал яблоком. Но вопрос, а можно ли стать яблоком? Может быть, ты как был помидор, так и остался. Только теперь ты всем рассказываешь на грядке, что я яблоко. Они говорят, ты что, ты помидор? Ты говоришь, нет, я яблоко, я целитель, я эзотерик, я человек, который вот занимается вот этим, а вот помидором я больше не буду. Помидоры, они плохие. Задай себе честный вопрос. Ты кто? Ты богатый или бедный? Ты тогда заработал, потому что были классные ниши, классные возможности, потому что тогда были лохи, которых можно было разводить, а сейчас как-то по-другому? Да нет. Ты был человеком, который верил в себя, и ты делал легко, представляешь, ты никуда не делся. Ты просто взял себе 20 лет паузы, чтобы понять смыслы и состыковать баланс между богом и своим талантом предпринимателя, который создает деньги. Ты потерял смысл, возможно, в момент развода. Сын вырос, счастливым ты не стал, профукал жизнь, и ты понял, теперь я начну заново, по-хорошему, по-правильному. Это не те слова, что ты прям принял решение и понял. Нет, это такое внутреннее состояние. Теперь я буду делать по-другому. Буду заниматься тем, что важно, тем, что интересно. Но ты представляешь, ты предал себя. А почему нельзя быть богатым, успешным, крутым, с бабками, с квартирами? Ты просто не в курсе, наверное, те Мерседесы С-класса, они стремные. Сейчас намного лучше Мерси. Тебе бы попробовать поездить на них на новых тачках, в новых квартирах, в новых ресторанах. Здесь интереснее, чем было в 90-х. Здесь другое качество жизни. И представляешь, ты своей ДНК умеешь зарабатывать деньги. Ты не лог. Просто разреши себе историю, что тебе можно зарабатывать деньги. Как к тебе люди должны относиться? пропиши им правила, как они к тебе относятся. Ты реши для себя. Я понимаю, я чувствую все твои сейчас мысли и эмоции, потому что мысли – это энергия. Я чувствую все, что ты сейчас думаешь. Я понимаю, и судорожное желание, но и при этом сопротивление. Это из-за диссонанса. Диссонанс. но у меня к тебе Евангелие, хорошая новость, добрая новость, что ты как был богатым, так и остался. И стать тебе богатым сейчас один шелчок. Не надо перекладывать на людей, что они тебе неблагодарны. Забей на это. Денег у тебя нет из-за тебя, а не из-за них. Люди хотят давать деньги, они хотят искренне поделиться деньгами, потому что это энергия поблагодарить деньгами, ну это же классно. Я иду по улице, слышу, как играет классно музыкант, даже если мне лени не хочется, и мне даже денег наличных нету, я говорю, да хочу дать, денег нету. И девчонка такая со шляпой говорит, а можно переводом? Я, ладно, снимаю перчатки, холодно, достаю телефон, начинаю входить, пароль не входит, я вхожу, но я хочу поделиться сейчас с этим музыкантом, дать ему 500 рублей, наличных нету, я хочу поделиться, мне прям нравится, но я не всем музыкантам даю деньги, есть многие, кто поют, я им ничего не даю, не хочу, не интересно. тебе хотят давать деньги за ценность, которую ты даешь, если только ты сам себе разрешаешь эти деньги, если деньги не являются подтверждением греха, от тебя деньги ушли, потому что деньги это грех, как бы ты их не хотел, а деньги не грех, это ложь, тебя обманули, деньги можно, Евгению, можно много денег, давай так, 23 год, был год без денег, давай 24 год, год с деньгами, у тебя еще есть 7 недель понаслаждаться отсутствием денег и отсутствием благодарности, 24 год, пускай куранты пробив, шампанского выпьешь и погнали в состояние создавать деньги, давай встретимся с тобой в дорогом ресторане и ты оплатишь счет из изобилия, скажешь, Володь, блин, посмотри на мой новый Мерс, на мою новую классную тачку, это после нашего эфира все изменилось, давай поужинаем, я скажу, блин, братан, давай поужинаем, давай встретимся с удовольствием, если не до конца услышал, запись, когда выложу, послушайте свои слова, не мои, свои слова, спасибо, я-то тебя услышал, но самое обидное, то, что я это все работаю, я это все прекрасно знаю, я не вижу, где я их перекрыл, мысль, пять слов, предложение, что ты думаешь о деньгах, только, блин, если бы мы были с тобой по-братски, так вот, общались бы вдвоем, я тебе бы сказал, ну, фразу, как она звучит по-настоящему, не обманывай себя, не обманывай, правду скажи, что для тебя деньги, по правде, потому что, если бы это было добро, они бы у тебя были, нет, ты знаешь, вот первое, что мне пришло, что деньги, это единственная возможность выжить, и выжить, да, почему выжить, в смысле, почему, зачем тебе выживать, жизнь такая короткая, знаешь, Володь, ну, к сожалению, в отличие от клиентов, я-то понимаю, что за жизнь, мне каждый день приходится платить деньгами, вот я на этой неделе сделал три бесплатные консультации, а вчера загремел в больничку, и с меня совершенно спокойно взяли денег, и никакую благодарность брать не хотели, говорят, спасибо свое засунешь в жопу, дорогой, давай бабки, понимаешь, а их нет, потому что, почему, давай, ну, их нет, потому что, еще раз, я не понимаю, почему их нет, я сделал конечную работу, ну, ты говоришь, и я тебя перебил, и ты не сказал, почему, ты сказал, я же тебе сказал, я говорю, я не понимаю, потому что я сделал качественную работу, я привлек клиента, я привлек клиента, который может оценить мою работу, я привлек его внутренне с деньгами, но деньги не пришли. очень сильно сопротивляешься, я не могу пробиться, не могу понять, почему. ой, Володь, если бы я знал, почему, я бы не дергал людей, и не задавал идиотские вопросы. Евгений, приходи еще на эфир, хорошо? я очень хотел бы продолжить с тобой диалог, мне очень понравился с тобой диалог, я тебя слышу, чувствую, я не могу понять, не могу формулировать вопрос, который хочу тебе задать. Знаешь, еще вот такая мысль, она может быть не очень красивая будет, вот у нас сейчас на эфире есть два человека, которые были у меня на приеме, вот может быть они, если захотят, скажут, почему они не платят. Дорогие, поделитесь, пожалуйста, мыслями, только честно, не стесняйтесь, Евгений, ну, сдается сейчас, в том, что вы успешны. Мне просто интересно, чисто технически, без всяких претензий. Вообще без претензий, пожалуйста, поделитесь, если вы хотите, прям включите микрофон и говорите. Так, ладно, Евгений, с тобой на сегодня все. Спасибо большое. Я на твоему проявлению, мне хочется с тобой, правда, выпить, когда ты приедешь на классном автомобиле, встретимся и поужинаем. Надеюсь, это будет в 2024 году. Я бы хотел сказать больше. Сейчас хочу дать слово Ирине Горшневой. Вчера, ну, давай, ладно, я не буду говорить. Ирина, привет. Пока микрофон выключен, пока не слышим. Если скажешь, слово, может быть, услышим. микрофон надо включить. Привет, Володь. Привет. Слышно? Да. Честно, очень, очень неожиданно для меня, то, что ты меня пригласил пообщаться. Так бывает, если руку поднимаешь, так вообще бывает иногда, когда, если рука поднется, я говорю, привет, давай пообщаемся. Я, наверное, нечаянно не нажала, но никак не бывает случайностей. Представляешь, как ты сейчас бесишь людей, которые поднимают руку с самого начала, ждут, 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 и их не выбирают, а тебе раз, давай пообщаемся. Ой, блин, я случайно подняла. Ну, давай пообщаемся, Влад. Да, давай пообщаемся. Но я не знаю, что тебя спросить. Не бывает, согласна. Я не знаю, что тебя спросить. Я тебя спрошу, как ты вообще? Давно не виделись. Как ты живешь? Да, мы давно не виделись, мы уже с тобой общались. Я знаю. Как я? Я никак. Я не знаю, как. Я в подвешенном состоянии, я все никак не выйду, я на качелях. У меня один день просыпаюсь с уверенностью, что все изменилось, все изменения пошли. Потом я просыпаюсь и понимаю, что, блин, я опять в какой-то жопе, я никуда не вылезла, я все там же. Потом еще что-то, утром у меня одно состояние, вечером другое состояние, какие-то перепады, постоянные. И я не, никуда не иду, мне кажется, я на одном и том же месте. Вот как я. Давай мы с тобой за минуту решим этот вопрос. Очень коротко попробую сказать, что для тебя будет фактом того, что изменения произошли, все прям случилось. И вот все, кто пишет это про меня, внимательно слушаем, выполняем все, что говорю. Давай. Что для меня будет фактом? Моя реальность начнет меняться. Она меняется ежесекунда. Постоянно. Да, но я нахожусь в том же месте и все в том же состоянии. Мое состояние должно меняться. Ирина, первое, запиши себе, ну потом, когда будешь слушать, запиши, ну запись будет, если что послушаешь, не забудешь. Запиши себе, как это должно измениться, мое состояние? Ну прям, как оно должно быть другим? Вот сейчас ты говоришь, то взгляд, то жопа. Вот как оно изменится? Как я себя буду чувствовать? Я что, должна буду быть, как будто бы каждое утро проснулась и такая, у меня бабочки в животе? Или это будет что-то по-другому? Это будет стабильная цель, к которой я иду. У меня нет цели. У меня должна быть стабильная цель. Я должна понимать, куда я иду и что я делаю, зачем я просыпаюсь. Ёлки-палки, проснулась снова. Теперь, скажи мне, пожалуйста, в твоей жизни вообще будет когда-то это классное состояние, трансформации, что теперь у меня есть цель, есть жизнь, есть смысл? Это произойдет или тебя закопают и, извини, пойдешь на новый круг? Слушай, так интересно. Я думала и о том, что да, у меня это состояние будет. Я буду просыпаться с целью и буду знать, для чего я просыпаюсь. И параллельно с этим очень часто я тут же понимаю, что, блин, все, конец, закопает и ничего не будет. А тебе умирать можно? Тебе умирать можно? Можно, но не хочется. Обидно, да? Да. Да. Да, я согласен. Давай тогда представим, что это зависит от нас. Не от них, не от обстоятельств, а от нас зависит. Скажи, пожалуйста, мы в каком году придем к трансформации? В 24-м или в 25-м? Ну, я приду в 24-м. Я уже в этом процессе. в 2024-м год. То есть смело, не удивляйся. Следующие 7 дней ты будешь то во взлете, то в жопе. Это нормальное состояние, потому что ты перейдешь к осознанности, к цели, к ощущению счастья в 24-м году. Пока 25-й год, ты просто, ну, мы едем дальше. Поэтому в каком полугодии, в первом или во втором 24-го года ты кайфанешь в осознанности, что теперь у меня, блин, все офигенно, классно. Говори. Это будет первое полугодие. Первое? Да. Месяц? Июнь. Первое полугодие, июнь. То есть берем психика такая «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Первое полугодие, последний месяц, да психика именно так и работает ну давай тогда уже бомбанем так до конца какого числа 24 июня 2024 года у тебя произойдут какие-то такие трансформации такие изменения что ты просто осознаешь ты конечно забудешь не переживай но где-то числа 28 29 июня такая блин представляешь это всего лишь был выбор твой сейчас в этот момент а что можно было по-другому конечно можно было выбрать 25 декабря двадцать третьего года но психика говорит ну нет ну ты же понимаешь так не работает трансформация должна происходить какое-то время и поэтому 24 июня 24 года я становлюсь счастливым полноценным человеком этой планеты земля и могу делать все что захочу но это будет потом ты знаешь волок не хочу я так долго ждать не нравится мне это не это число мне эта дата вообще не нравится нет тебе хорошая новость правила можно менять каждый день по 10 раз вот создала правило 24 июня 24 года в этот же день ты можешь изменить снова правила у тебя еще будет 8 попыток еще менять правила 10 раз в день можно менять любые правила это выбор тебе важно находиться сейчас в этом состоянии ты хочешь только этого ты не понимаешь этого это единственное чего ты хочешь быть в подвешенном состоянии ты говоришь я не хочу не 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 я хочу счастья перестань бороться с этим сражаться что я не хочу ты по-настоящему хотела находиться в подвешенном состоянии в нем можно ничего не делать в нем можно не выходить замуж не рожать детей не написать песни не играть на музыкальных инструментах не создавать бизнесы не зарабатывать деньги долги не отдавать в этом состоянии можно как в коконе полежать оно блин я учусь материться прямо искренне учусь я скажу по-русски оно офигенное оно офигенное состояние в коконе ничего не делать ты хотела только этого и ты получила и ты в этом живешь потому что там где есть цель там есть много эмоций там есть слезы там есть смех там есть много энергии там есть много труда усилий ну и тебе еще хочется пока немножко отдохнуть можно я еще вот посплю а потом как пойду как пойду как пойду можно ты решаешь когда ты решаешь что будет с тобой все в порядке с тобой все хорошо я тебя видел в состоянии вчера ты сегодня пришла я здесь ну и что сказать не знаю ты не могла не прийти ты не могла руку не поднять потому что мы с тобой вчера уже встретились в энергия почувствовал ты пришла я думаю все понятно все баланс состоялся сегодняшний эфир был для тебя сегодняшние слова были для тебя с тобой все в порядке можно еще скажу можно я начала учиться по твоему методу и вчера познакомилась ну познакомилась чуть-чуть пораньше а вчера я общалась и как коуч проводила но бесплатно сессию с одной девушкой и пообщавшись она мне в конце сказала что она со мной разговаривает как будто с тобой и для меня это было очень лестно на самом деле потому что именно этого я в принципе и хотела быть не как ты не не как ты не тобой но вот делать то что делаешь ты кайф вот и я всегда тебе очень благодарна тебе спасибо класс я очень приятно а я у тебя представляешь так оно бывает это классно классно да спасибо увидимся спасибо тебе тоже и всем спасибо тоже владимир владимир степанишин владимир степанишин если ты здесь включай камеру да здравствуйте я здесь боже как это круто как красиво здесь просто сквозняки там где я живу давно я вас дед мороз ты ли это кто дед мороз ты ли это нет я не дед мороз и даже выглядишь очень очень классно даже не собираюсь пока владимир привет 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 всем всем здравия собственно у меня есть вопросы как то я немножко уперся в проблемы видимо которые сам себе создал я помню что правила для с моей вселенной я сам себе создаю вот возможно я какие-то неправильные правила создавал раньше мое главное дело по жизни это вот педагогика я это осознал во-первых мне очень нравится этим заниматься то есть вот то что заставляет счастье мне вообще нравится самое большое счастье для меня это делиться с людьми вот радостью красотой которую я вижу я может быть когда-то не осознавал но вот я это осознал очень ясно недавно и я это готов делать вне зависимости от денег ну будут что-то давать хорошо не будут ну и ладно и я когда-то придумал методику по воспитанию высоких чувств у детей подростков а потом выяснилось оказывается что и инициация со взрослыми иногда происходит очень быстро в течение там 45 минут и в общем смысл этого в том чтобы ну люди либо вырастают порядочными людьми либо вот с менталитетом наемников и еще хуже то есть высокие чувства любовь сострадания и вот эти высокие чувства они помогают друг другу люди романтики которые для которых деньги не главное может быть номер два но не номер один это точно и высокие чувства у людей формируется в общем то в основном за счет эстетического воспитания то есть это поэзия та самая романтика да литература живопись но самое сильное воздействие это конечно музыка а если вместе с хорошей поэзией то это очень сильное воздействие и вот как то так вот давно еще восемьдесят шестом году вот просто просто раз и эта методика пришла я пошел в школу начал заниматься с детьми и в общем очень быстро пошли результаты и а потом через несколько лет мне люди начали говорить понимающие владимир вы не понимаете что вы создали вот всякие интересные вещи говорили что можно и проблемы отцов и детей решать за счет этого метода один человек вообще сказал что ваш метод может спасти сотни миллионов людей ну наверное не только мой метод да но если мы делаем так что детишки чистые там пятилетние вырастают чистыми порядочными людьми с высокими чувствами то наверное эти люди они спасают мир да вот не я а вот это вот вот эти вот высокие чувства а я то всего-навсего проводник между гением исполнителя и композитора и между подростками ну и взрослыми получается и вот я когда занимался педагогикой музыкальной то есть я музыкой занимался потом все больше и больше педагогик и довольно успешно там есть еще один авторский метод это для исполнителей уже и у меня сбоку был бизнес который был связан с свое издательство был такой маленький еще при советской власти 83 года по 91 я издавал очень хорошие учебники и сборники для основном для образования джазовых музыкантов ну и все это как сбоку сбоку но тысячи две две с половиной набегала в месяц и я занимался не как-то не озабочиваясь особой бизнесом все это было гармонично а потом я в 94 году соблазнился на деньги передал заниматься педагогикой и в общем сразу вот этот бэмс как будто боженька пальчиками щелкнул и все вот это самое начало резко ухудшилось ну не сильно но очень заметно вот и я это долгое время не понимал что я оставил как бы бросил свою мечту и то что у меня получается это чем я готов заниматься вне зависимости от денег я считаю что мне очень очень сильно повезло что я нашел любимое дело и осознал и понял что что я готов этим заниматься не сильно заботясь о личном благополучии ну это без крайности конечно как царь Соломон говорил не делай меня слишком богатым не делай меня слишком бедно вот такая была версия и в общем в результате я разрывался несколько лет между между бизнесом ну реклама товаров там в частности да и вот я разрывался между бизнесом и желанием вот эту вот методику продвинуть и мне один мой бывший ученик он сказал очень неправильную вещь где-то в девяностых и начале двухтысячных годов он сказал зачем тебе искать спонсоров ты лучше сам научись зарабатывать деньги вот я кинулся учиться зарабатывать деньги и бросил педагогику и любимое дело и в результате и денег не особо не денег не учился зарабатывать а вот не знаю может и разучился вообще говоря почти и вот этот разрыв между между желанием ну помогать и детям взрослым их родителям и между вот между без денег ему вот этот разрыв он очень плохо влияет как я понимаю и хотелось бы услышать ваше мнение владимир что вообще с этим делать потому что честно говоря я в деньгах так сказать дошел уже ну там трудности есть определенные с арендной квартиры это все продолжает уже 27 лет вот так вот концы с концами называется и что с этим возможно энергии не хватает вот возможно осознание ну вопрос да это понял что мы с вами на вы общаемся ну как как скажете ну я всегда говорю я всегда прошу общаться на ты если вы акцентируете внимание что мы на вы тогда что вы хотите вопрос какой конкретный вопрос что вы хотите я хочу заниматься педагогикой и вот это главное так вы занимает да можно можно на ты да не вопрос так ты занимаешься педагогикой ты продолжаешь заниматься своим любимым делом всю жизнь но у тебя есть правило твое собственное не надо мне денег ты просто принимаешь для себя эту идею что деньги это плохо мне не надо денег я готов заниматься этим без денег ты сказал то несколько раз ты сказал то несколько раз я плохо не говорил я сказал что мне нужен какой-то разумный минимум может они палец да есть разумный минимум ты вон живой поел наверное сегодня позавтракал что-то пускай недорогое но поел а за 5 разумный минимум ты в нем находишься то или своей жизни получаешь всегда ровно столько сколько ты на самом деле хочешь что я хочу по отношении денег это столько денег только у тебя сейчас есть почему ты не захочешь больше денег потому что тебе нравится это праведная игра сопротивления это это жеребус оставаться человеком без денег как-то выживать почему ты не захочешь деньги иметь ведь раньше ты деньги имел а почему ты отказался чтобы поиграть в во льва толстого который отказался от всего и пошел писать детскую азбуку то есть то есть ты так видишь я правильно понимаю я так понимаю я может быть не так вижу я так понимаю человек добровольно ушел как просто евгений вот то же самое сейчас вот нам рассказывал ушел в девяностые призвание и когда стал заниматься деньгами почему ты для себя выбрал что деньги и призвание это разные вещи почему призвание не может быть деньгами почему в твоей картине мира на призвание на быть учителем быть проводником я не имею права зарабатывать деньги для меня деньги это как воздух я дышу деньгами мне нравятся деньги почему для тебя деньги это что-то что надо зарабатывать мне нравятся деньги и нравятся их возможности если я получу хоть хоть пять миллиардов долларов я знаю куда я их дену на что и когда у меня не получается почему-то их зарабатывать почему может быть энергии не хватает или осознание наверное давай давай я сейчас задам тебе вопрос а ты я прям запишу по пунктам и мне на него ответишь почему ты не зарабатываешь деньги а теперь ты свои версии накидывай по всей видимости как я понимаю я не уделял этому достаточно времени прошлое нас интересует нас интересует сейчас почему сейчас владимир степаш владимир степанишин не зарабатывает деньги сейчас вероятно у меня неправильное к ним отношение я бы сказал безответственное не возможно что я до конца не ответить деньги не зло нет нет в зависимости от того как то как их использует это вообще не обсуждается владимир не отвлекайся на комментарии вообще за коих не читай я бы закрыл я думаю они всплывают а ясно вот значит по всей видимости я до сих пор нахожусь в некоторых иллюзиях что вот-вот они придут ну типа сами вот и я понимаю что это иллюзия и что если завтра что-то случится к примеру со мной то мир особо так сказать даже не заметит то есть все все в моих руках в моих голове в моих способностях я понимаю что я умею деньги зарабатывать потому что у меня это получалось а почему сейчас не получается какой-то внутренний конфликт какой-то порядок надо в голове навести разложить и понять что вот это номер один вот 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 сегодня мне нужно столько-то денег и мне нужно просто на этом сконцентрироваться какое-то время и понять что вот вот то что мне нужно сегодня когда я это получаю то это мне позволяет более спокойно работать и в педагогике и и и и и бизнесе одновременно не хватает дисциплины самодисциплины опять же может быть по причине каких-то ложных иллюзий ну потому что но мне же никто не запрещает деньги зарабатывать это же очевидно совершенно значит это какая-то часть меня запрещает мне зарабатывать хотя бы какой-то разумный минимум потому что она не хочет разумный минимум потому что твоя здоровая часть не хочет разумный минимум потому что она говорит тебе я не на помойке себя нашла я не хочу этот разумный минимум что ты себе за ерунду в голову вбил с разумным минимум это не я тебе говорю это тебе говорит твоя та часть которая сопротивляется твоим ложным убеждениям а ты ее заставляешь ты как как эти коммунисты которые хватали за горло и говорили кулакам а ну отдай мало ли что ты хочешь зарабатывать деньги и трудишься с утра до ночи отдай нам деньги свои и ты прям душишь у тебя борьба идет внутри то есть я своими иллюзиями своим сознанием получается духу и забиваю мое истинное я с моими истинными желаниями да потому что она не хочет разумного минимума причем вот насчет минимум владимир я тут недавно от одного известного человека он миллиардер коуч он сказал четыре фразы которые меняют у тебя много чего и вторая фраза я пришел в этот мир для высокой миссии он будет осознайте вот это если вы видите что ваш метод помогает у меня у меня дети которые у меня занимались восемь шестом году по семь девять лет я некоторые из них они до сих пор помнят они уже дедушки и бабушки в наше время они до сих пор помнят эти занятия и вот у тебя вот это в руках и и и и вот в общем в результате что с этим делать потому что конечно я весь денежный честно говоря дошел до того уже что что у меня арендованная квартира а хозяин квартир очень похоже что он бандит из 90-х годов то есть он вежливый вот а бывших бандитов не бывает рефлексы то те же остались вот то есть он вежливый на вы разговаривать но когда он тебе говорит владимир я найду способ по любому с вас эти деньги получить я задолжал его за квартиру но я это воспринимаю как угрозу я так с юмором думаю но володя к себе тебе чего еще надо тебе чего еще надо чтобы ты вот оставил свои иллюзии серьезно занялся деньгами потому что чего тебе надо володя прости пожалуйста не могу не поделиться пока ты думаешь ответ на вопрос я быстренько расскажу я занимался недвижимостью его приходит ко мне вот такой вот вежливый как ты говоришь бандит и выбрал дом и мы договорились он приедет даст аванс за дом и представляешь он просто достает из барсетки сумму денег всю сумму денег за дом а документы оформлять месяца два или три я такой а а вы не боитесь давать мне деньги он говорит волой дорогой теперь ты бойся ох эти слова были сказаны так что с этих денег ни копейки не было потрачено пока дом не оформили потому что я понял спокойненько и вкусненько и изящненько сказано было да да он так сказал что у него на самом деле будет способности и возможности взыскать с меня намного больше денег что он мне дал ну да это стимул как причем я заметил что у меня была пара ситуаций таких вот сомнительных да и как только эта ситуация возникала я сразу деньги находил то есть способности то есть я чуть-чуть в прошлое назад отмотаю я когда заниматься педагогикой но я преподавал очень известные джазовые студии в москве москва речи вообще была международная джазовая площадка я там учился сначала а потом зам директора студии сушивать проблемы я там еще играл с ребятами джазов играли я учился на гитаре кстати говоря изначально потом пошла бас-гитара вон у меня акустическая стоит вот до сих пор я вот и мы там играли и зам директора студии суши не знаю проблема федоров уволился ушел володя тоже и преподавателя нет на первом курсе я говорю сушки может я попробую ну давай попробуем педагогический у меня есть я вот как бы музыки понимаю детям преподавал ну попробуй и всем понравилось я начал преподавать и у меня был вот это издательство параллельно я давал уроки и как-то у меня я помню что я испугался больших денег потому что я как-то в день заработал 800 рублей ну то есть в 83 году это было в общем я догадываюсь день 800 рублей там у министра было помощь союзом оснащении 700 или 400 рублей зарплаты а я в день и я как-то вот почувствовал что меня как-то сносят немножечко думаю дай-ка я замедлюсь все-таки вот может быть в этом все дело хотя хотя вот финансовые трудности началиста гораздо позже ну кстати кстати говоря началиста я подозреваю они не только из-за финансово из-за того что я не с той женщиной связался многие не понимают что мужчина ну я так говорю что женщина она как минимум в три раза и сильнее мужчины и умней как правило и в три раза опасней как минимум просто большинство мужчин этого не понимают то есть женщину разозлить не дай бог а связаться с не той в общем но в общем там четыре года длилась романтическая история а потом она мне сказала ну в общем я не ожидал я тебя никогда не любил вот это разрушает того как это разрушает а потом то я подумал что а если чего же она со мной общалась если мне было 36 на тот момент 40 и было 25 чего она во мне нашла и когда я сказал что я заложил свою квартиру я потом отмотал назад у нее лицо какое-то как окаменело как будто вот знаете так вот как у биоробот я потом думал можете ошибаюсь вот то есть она как только такая версия как только она увидела что я квартиру заложил кредит взял по квартиру чтобы долг отдать у нее и вскоре после этого я ей позвонил она сказала мы все мы больше встречаться не будем я тебя никогда не люблю и потом она вела себя очень жестко по отношению ко мне я подумал а может слава богу что потерял тогда потому что как это как это в известной книжке сказано ну выйдешь из него замуж да я не хочу ну какие проблемы насыпешь утолченного стекла в варенье диопта я подумал может меня бог уберег от этого от этой жизни я конечно очень сильно огорчился но потом я восстановился потом я начал зарабатывать кое-какие деньги даже один раз умудрился 14 тысяч долларов заработать хотя в среднем было полторы 2000 долларов в месяц но я их растронжили вот что интересно просто через некоторое время растронжили 4000 долларов отдал просто в галимую пирамиду финансовую просто раз и на импульсе я подумал почему это происходит ну наверное я не умею с деньгами обращаться может я их не ценю может быть как ты владимир сказал я их подсознательно не люблю такой конфликт сознания с каким-то высшим я и ой я извиняюсь я остановлюсь потому что это барьер педагогов многословия послушай меня ты на самом деле наговорил всего ты наговорил все свои затыки все свои проблемы все свои идеи но самая приятная радостная классная ты сказал такую волшебную фразу записи потом посмотри послушай внимательно я специально выключаю камеру когда в google meet общаемся сюда человек мощные вещи говорит google meet это программа в которой сейчас мы общаемся он выводит на в записи на экран того кто говорит того камера включена того кто говорит и ты там важные вещи такие проговаривал ты сказал прям фразу я умею деньги зарабатывать ты конечно сразу же включил заднюю сказав ну потому что я раньше зарабатывал но не важно все твои потому что все что после но не важно после запятой не важно я умею зарабатывать деньги скажи мне пожалуйста дорогой когда ты в последний раз кому-то говорил эту фразу я умею деньги зарабатывать ну сегодня кстати я разговаривал женщины мы с ней работали в одной компании она реальная долларовый миллионер ну из сетевого маркетинга еще она легальных заработала эти не лохотроны всякие я и сказал я бы я деньги то умею зарабатывать просто у меня финансовый цейкнот я вот ну я там работал в одной компании я могу сказать это называется ммм 20 и они меня просто я заработал там порядка двухсот тысяч ну как минимум там 140 да они не просто в наглую деньги нет я не просто деньги а я понадеялся я работал только там я думал что они действительно другого организовывают помощь людей друг другу они просто из этих денег совершенно открыто минимум 20 процентов себе тылер просто на высокая идея помощи друг другу вот и они просто отказались заплатить я и говорю я деньги то умею зарабатывать я прошу прощения можете людей присутствующих несколько утомил вот у меня знаете как мне все равно на людей я с тобой общаюсь ты со мной общаешься или ты с людьми общаешься прошу прощения я поправился я пойду вот меня я просто не жалл важнее тебя сейчас никого нет вообще да я вот у меня вот эта мечта всплывает голове я точно знаю что этот метод работает вот ну когда тебе говорят что владимир ваша методика может спасти сотни миллионов людей вот и наладить отношения детей с родителями это мне сказал насчет проблемы отцов и детей был такой конунов петр николаевич он создал фонд русской психоаналитики и он прочитал 2006 году я я всем приличным людям этот метод раздавал он у меня есть на сайте на моем вот в подробностях почему как для чего социальное обоснование и когда тебе такое говорят то просто я когда-то начал искать спонсоров а меня мой бывший ученик очень богатый человек кстати нифига он мне не он сказал володя зачем тебе искать спонсоров ну типа зарабатывай сам я тогда понял что я ошибся мне нужно было заниматься педагогикой что-то зарабатывать и у меня вот эта фраза всплывает в голове что появляются люди которые говорят владимир тебе нужно заниматься только педагогикой оставь свои попытки заниматься бизнесом у тебя драгоценнейший есть метод простой для он не он не сложный его могут копировать любые студенты родители воспитатели он нужен в детских домах он нужен в детских колониях там где детей надо отогревать у них сердце ледяная игла понимаете как у сказки снежная королева у этих детей их всех надо отогревать их вот многих просто ледяные сердца и я мечтаю о том что кто-то появится и скажет все вот тебе небольшие деньги вот занимается только педагогикой я уже где это искать может быть не обратиться к лидерам у пг может быть они более романтичны я переписывался да никому-то не нужен каким лидером и пг и по всему не нужен послушай пожалуйста я будем заканчивать я тебе говорю корень проблемы в чем проблема ты конечно можешь как всегда обидеться на весь мир но услышь вся проблема в осуждении ты живешь глубоко в осуждении всех людей всего мира в том числе себя находишься в максимальной гордыне думая о себе но при этом не имея самоценности тебе нет ценности ты не веришь своим словам которые ты говоришь не веришь в себя нет ценности в себя ты так носишься как с это с чемоданом без ручки со своей идеей что я могу спасти весь мир и все остальное но все это детская лабуда которая в твоей голове живет и нет в этом правда никакой тебе так нравится находиться в этих иллюзиях ты готов просто жить в этих иллюзиях сутками годами до самой смерти и умереть гордецом говорят могила исправит так вот не исправит просто настолько важно быть этим гордым нищим человеком доказывая всему миру что вы все уроды и ты в этом состоянии живешь и это одна часть твоего подсознания твоей психики ты ненавидишь все вторая часть нет меня сейчас я говорю я тебя слушал внимательно не перебивал вторая часть говорит волой ты крутой ты классный ты придумал метод который спасет всех представляешь я сейчас точно в таком же состоянии я придумал свой метод и делюсь этим методом с людьми говорю ребят это мощнейший метод он изменит весь мир но во мне есть самоценность а в тебе ее нет ты придумал метод ты сделал его но не разрешил ему быть а я разрешил я выпустил этот метод дальше у меня нет желания спасти весь мир но я спасаю весь мир через мое желание ты придумал свой метод но никому его не отдал тебе говорят волой ты можешь этим методом спасти весь мир туда могу но никому его не отдал как жадный человек цепил своих руках нашел себе кучу оправданий нашел себе кучу причин что все вокруг виноваты я один д'артаньян и вот это и есть две стороны на весах твоего подсознания твоей психики которые не дают тебе услышать друг друга как это лечится до этого момента я размышлял каким образом построить тренинг философия вв который мы с виктория запустим в начале года и ты знаешь я сомневался идти мне в некоторые темы не идти но благодаря тебе я пойду по факту независимо от того пойдешь ты на метод той на этот тренинг не пойдешь он будет бесплатный без денег без оплаты за донаты за рубль рубль заплатил и все можешь счастливо пользоваться я буду его записывать для тебя до целевая аудитория владимир степанишин я буду для тебя его записывать уроки ни одни не записано за мой 12 уроков с моей стороны 12 со стороны виктории моя целевая аудитория отчасти это будешь ты это мой вклад в людей внимание которые я не хочу вкладывать я не хочу в тебя вкладывать но я понимаю что мне нужно это сказать мне нужно высвободить из себя 12 тем объяснить рассказать почему не хочу да мне все равно на тебя не неинтересно люди которые создают войны мне неинтересны а это ты ты человек ненависти ты находишься в ненависти к сожалению это неприятно с тобой неприятно твоем окружении неприятно при том что ты большой человек но твоя маленькая суть она настолько больше чем то что ты большой а я хочу разговаривать не с маленькой сутью сейчас ты разговаривал со мной как маленькая суть а я хочу с тобой разговаривать вот с тем и я буду счастлив если я смогу победить этого дракона маленького он не имеет силы ты настоящий большой тот который в 800 рублей за минуту зарабатывал суть не в деньгах деньги это лакмусовая бумажка твоего отношения к самому себе у тебя настолько отвратительное отношение к самому себе что ты готов на улице оказаться а я не хочу я хочу чтобы ты был богатым я хочу избавлять людей от долгов они делать их должниками я же понимаю что долги это их выбор собственный выбор в их голове деньги это самое простое что может быть но деньги до показатель отношения к самому себе мне так хочется чтобы ты зауважал тебя прости пожалуйста если слова мои тебе были жесткими обидными я искренне тебя люблю правда но мне в это же время мне на тебя все равно у меня есть моя интересная жизнь который я хочу жить я хочу окружать себя людьми которые которые принимают решения и идут действуют они обвиняют и осуждают всех потому что люди которые обсуждают и обвиняют они меня где угодно найдут и будут меня обвинять мне с ними неприятно нехорошо говорит я обвиняю только самого себя меня никто не заставлял я сам себя довел до этого это ложь хорошо многоценно и любимые запись я останавливаю запись у нас по я